Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, вы очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день всем, кто слушает Радио Болтком. И сегодня у нас в рамках нашего проекта «Культурная линия» на прямой связи, на прямой линии с нашей радиостудией российский кинорежиссер Александр Котт. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр известен широкому кругу кинозрителей и телезрителей по фильмам и сериалам, таким как «Брестская крепость», «Обратная сторона луны», «Печорин», «Троцкий», «Новогодние елки». И информационный повод для нашей сегодняшней встречи – это новая его картина «Седьмая симфония», премьера, которая буквально недавно прошла по телевидению на телеканале «Россия» и вызвала огромный интерес, в том числе и у телезрителей здесь у нас в Латвии. Фильм посвящен малоизвестной истории блокадного Ленинграда, это исполнение, исторический факт исполнения «Седьмой симфонии» Шостаковича. Наш эфир проходит в сотрудничестве с журналистами, с нашими коллегами Международного медиаклуба «Формат А3». Они прислали нам заранее вопросы, мы постараемся их задать. Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захарьят. Здравствуйте. Вот, и первый вопрос у нас от журналиста Елены Смеховой. Александр, до «Седьмой симфонии» вы уже обращались к теме войны, это была «Брестская крепость», это сериал по роману нашего, вот рижанина, нашего земляка, писателя Валентина Пикули Пэкью. «Семнадцать». И что вас заставляет снова входить в эту реку? Может быть, история вашей семьи? Связана ли она с войной? Воевали ли ваши дедушки? Да. Вы знаете, прежде всего хочу сказать, я не выбираю проекты, в смысле вот о войне, буду снимать о войне. Наше кино, вот во всем случае «Симфония», это не о войне, скажем так, о войне и мире. И эта история не про бои, не про вот этот экшен военный, а про силу духа, про войну внутри человека, потому что после блокадного Ленинграда, после блокадной зимы собрать оркестр в составе 80 человек и исполнить симфонию, очень сложную, непростую, это уже подвиг. И это кино про этих людей, про дирижёра, прежде всего, Карла Ильича Ильича Эльцберга, о котором я ничего не знал вообще. Да мы вообще ничего о дирижёрах практически не знаем, потому что они стоят к нам спиной, как обычно. Мы все это понимаем. А тут мне захотелось оказаться в оркестре и посмотреть ему в лицо. И про оркестр. Оркестр – это же нечто общее, мы не можем выделить никогда никого, кроме как по группам инструментов. А здесь задача была влезть в каждого человека, посмотреть на происходящие глазами музыкантов. Поэтому это кино не о войне. А так, конечно, у меня дедушка воевал и вернулся один, с 43-го года. Второй погиб на Невском пятачке как раз, будучи лейтенантом НКВД. Хотя сейчас много обсуждают и осуждают наш фильм с точки зрения, как мы одного из героев могли сделать НКВДшником, потому что априори, значит, НКВД – это плохо. Вот у меня дедушка воевал, получил лейтенантом НКВД, и погиб достаточно просто, без каких-то подвигов. на Невском пятачке – это известное место, адское просто. И там его имя на плитах. Поэтому, так или иначе, все наши родственники каким-то образом были там. Не все герои. у меня как бы принято гордиться дедами, героями, ну, совершившими подвиг. Мне кажется, подвиг совершали люди, о которых мы ничего не знаем практически. Это ежедневный труд адский. И для меня Элия Айсберг – это такой тихий человек, который тоже совершил подвиг, о котором мало кто знает. Собрать оркестр и исполнить симфонию в осажденном городе – это был невероятный эффект, потому что была известная встреча, когда в 60-е годы приехал немец, который был в окопах, и он слышал это исполнение и понял, что Ленинград не взять. И он встретился с Карл Деничем или Айсбергом. Это была такая встреча в школе, в одной из школ, где был создан потом музей. Поэтому война, к сожалению, рождает героев. И, к сожалению, только война, мне кажется, объединяет и заставляет любить Родину. Такой парадокс. Александр, а вот есть вопрос как раз в продолжении темы от газеты «Суббота». Говорят, что живы родственники Элиасберга. Вот встречались ли вы с ними перед съемками? И вообще, какие документы вы использовали, работая над фильмом? Да, мы встречались с прекрасной племянницей, которой уже 90 лет. Она прекрасно говорит по-русски, много нам рассказывала. Она не очень хорошо видит. но рассказывала об Элиасберге очень много интересного, в основном о характере, о взаимоотношениях с женой, о том, как они поженились, о том, как жили после войны. Потому что, в общем-то, именно это исполнение подняло Элиасберга, сделало его достаточно известным. Но когда вернулись боги, Мравинские и так далее, в Ленинград, его уволили из оркестр, мало кто об этом знает, из радиокомитета. И он дома, спокойно, на пенсии, болел за «Зенит» и так далее. Но общались, конечно. Есть книги, посвященные Карлу Элиасбергу, есть музей школьный, когда музы не молчат. В школе создали музей, посвященный этому событию, в Ленинграде, в Петербурге. Невероятно интересные, с артефактами. Были библиотеки музыкальные, где видели и перефотографировали рукопись, партитуры, справками. Или Айсберга. Была достаточно серьезная подготовка. Встречались с родственниками музыкантов, которые были в оркестре. К сожалению, сейчас никого не осталось. А так это, естественно, мы изучали. А как возникла вообще идея? Вы сказали, что вы об этом человеке даже никогда не знали, не слышали. Это не широко известный факт. Как идея возникла? Эта идея возникла не у меня, и он с ней давно носился. Образом говоря, это Алексей Гуськов. Он эту идею принес на канал «Россия», потом встретил меня, рассказал мне, и оказался в плену. Я согласился до того, как стал погружаться в тему эту. Интересно, Алексей Гуськов уже играл режиссера. Был такой проект для концерт. И там тоже был сюжет, как он собирал оркестр для гастролей. Видимо, что-то не до... Гештальт не закрыл, видимо. Но он выступил и продюсером картины, да? Гуськов. Он и продюсер. Это его проект практически авторский. А вы обсуждали с ним... Вы сказали, что были не только хвалебные какие-то отзывы, но и были нападки, какие-то претензии, что, естественно, в реакции зрителей. Вы с ним обсуждали какие-то негативные, скажем, реакции, которые были? Ну, у меня достаточно серьёзный иммунитет. Я был готов к негативной реакции тем более, потому что эта история должна была быть точной в музыкальной части как минимум. Как держат смычки, как играют, что играют. Но у нас серьёзные очень консультанты, которые не допускали вот здесь проколов. Ясно, что у нас история — это не документальный фильм. И вообще репетиция оркестра — это очень скучно. Вот так, в принципе. И 80 серий смотреть на репетицию оркестра — это... Ну, я думаю, что зритель бы ушёл сразу, минут через 15. Поэтому у нас была задача сделать некую историю, и что-то является вымыслом. Но факты — это историческая правда. Мы обсуждали, и Алексей меня успокоил, потому что ему звонили известные музыканты, которые дирижёры, которые посмотрели, взяли его в свой этот... как в союз, скажем так. Включили. Включили, да. Потом у нас половина оркестра — это профессиональные музыканты. Даже больше. У нас и актёры, многие мы искали актёров, которые владеют инструментами. Лиза Боярская, Сергей Флоралов, Игорь Лепихин. И в этом смысле это был такой симбиоз актёров и музыкантов. Мы музыкантов брали на роли, а актёров брали на музыкантов. Была негативная реакция в основном, на которую я не обращал внимания. Наши действия происходят не в реальном радиокомитете, потому что просто сейчас там были леса, и невозможно было снимать. Мы нашли здание, которое нам с выходом на него, ну, чтобы был какой-то художественный образ. Повторяю, это не документальное кино. Это очень важный момент. Есть какая-то генетическая память и ощущение правды, что так и было. Получили прекрасные письма от известных дирижёров Семён Бычков, который вспоминал всё это. В этом смысле кино сделано, и сейчас как бы очень сложно, я бы подмывал каждый раз вставлять комментарии, источники, откуда мы брали ту или иную информацию. У нас Никита Логинов, он был ещё консультант по блокадному Ленинграду, он вообще лучший специалист. Поэтому мы были защищены. И какие-то вещи он не допускал. Но если он допускал, значит, так возможно было. Ещё у нас вопрос из Белоруссии. Журналист Елена Еловик. Как вам кажется, почему, в чём секрет, что ваша картина «Брестская крепость», а она была снята на средства союзного государства, до сих пор, по версии многих сайтов, входит в топы военных фильмов мирового кинематографа? Вот вы, оглядываясь назад, как оцениваете? Я сложно оценивать, потому что, видимо, ну, во-первых, это здорово, что наш фильм так попал в эти чаты, или как топы. Да, топы. Вы знаете, когда делаешь кино, ты не думаешь о попадании в топы, либо в фестивали. Ты занимаешься совершенно другими делами, ты как бы оказываешься внутри фильма, внутри тех событий. Может быть, потому что там снималось очень много брестчан, для которых тема «Брестской крепости», она, ну, святая по-настоящему, потому что все родственники, ну, многие же остались там и жить. И «Брестской крепости» — это вообще отдельный такой мир. Вы знаете, когда случились события в России, вот в казанской школе, школьник пришел расстреливать одноклассников, наши родители тут же засуетились, а какая у нас охрана, а что происходит. И я предложил нашему классу поехать в «Брестскую крепость». Это такое лекарство от всех этих мыслей и суицидных, и, значит, мстительных. Мы классом поехали, вот. Классом поехали. А то есть классом — это где? В школе. У меня сын учится в школе. То есть, да, класс вашего сына, да. Да, вот опасный возраст. И какая у них реакция была у детей? Ну, немножко притихли. Притихли. В этом смысле в советское время же, по-моему, возили поездами туда на лечение детей. Вот надо на лечение туда возить, тогда все будет хорошо. А вот продюсером был Игорь Угольников, и он как-то говорил, что даже была такая возможность, идея, что фильм хотели выдвинуть на «Оскар» от Беларуси. А почему не выдвинули? Ну, я не знаю. Я просто не ориентируюсь в этом пространстве. Есть боги, продюсеры. Видимо, что-то пошло не так. Вопрос у нас от газеты «Латвийские вести». Вот каким чудесным образом вам пришла мысль снять фильм «Чук и Гек»? Гайдар достаточно одиозная такая фигура, его произведения пронизаны идейностью, но читать его одно удовольствие. Сейчас особенно то, что написано о детстве. Кто снимался в этом фильме? Когда нам ждать премьеру? Ну, смотрите, все равно это практически рассказ в оригинале. Естественно, мы что-то придумали. Это по мотивам «Чук и Гека». Время действия как раз то, довоенное. Ждать в следующем году зимой. Потому что это долгий процесс. Мы уже кино сняли, сейчас монтаж, цветокоррекция, компьютерная графика, вот эти все нюансы. А можно надеяться, что это будет тоже такое душеполезное кино для современных детей? Не знаю. Надеюсь, но там не так много. Там мораль одна, что там же дети едут к папе, и нельзя брать. Вот примерно такую же мораль мы и оставили, ничего не выдумывали. А там я пока не понимаю, для какого это возраста вообще. То есть для шестилетних, либо десятилетних. А кто снимался? Играли Юлия Снегирь играла маму, Владимир Водовиченко играл папу. Дети Юра Степанов, маленький. И еще один мальчик. Господи, вы так резко спросили, что я даже у меня выпала. Но эти съемки уже закончились. А сейчас вот осенью у вас стартовали съемки нового проекта. Это военная драма «Голем». А вот расскажите, что это за проект? Это такая камерная история в Белоруссии, в еврейском местечке. Происходит все до начала, и во времена, и после начала войны. Такое взаимоотношение между соседями. Абсолютно такое камерное кино в Белорусском местечке, когда соседи вдруг превращаются... Ну, понятно. То есть это еще какой-то секрет фабула, да? Нет, не секрет, просто я в двух словах не смогу рассказать. Это история еврейской семьи в момент, когда пришли немцы. И взаимоотношения с соседями, с которыми они дружили, с которыми с кем-то началась война, кто-то, наоборот, им помогает. Ну, такое... Человеческое. Психологическая драма, скажем так. А кто там у вас будет играть? Там Ксения Рапопорт, Каран Бадалов. Ну, таких прям звезд там нет. В смысле вот этих... Ну... Ну, Ксения Рапопорт – это вообще... А, это звезда. Знак качества, очень интересно. Будем ждать. Александр, а вот в своих интервью вы говорите, что часто оставляете в своих проектах такие пасхалочки, это как капсулы нашего времени. Вот можно чуть-чуть подробнее об этом рассказать? об этой идее. Я в свое время снимал очень много короткетражных фильмов, и там у меня некие предметы переходили из фильма в фильм. Здесь тоже есть какие-то карты, ну, некие предметы, которые путешествуют из фильма в фильм. Сейчас очень сложно сказать. В каждом фильме сообразно сюжету. Ну, в основном это огонь, карта, карта мира. А, и это карты мира... Как? В разное время карты мира же тоже разные? То есть вы... Да, меня... В современном фильме карта СССР может попасть, да? Да. Ну, у меня был такой сериал «Обратная сторона лунной», там Советский Союз. Там, кстати, снимался наш соотечественник Александр Ляпин. Не только. Андрес, но он много сейчас снимается. Господи, видите, выпало. Ляпин, да, он уже... Был ваш соотечественник, теперь наш. Да, да. В фильме «Рыба» в первометражном снималась Юля Макарова, которая тоже из Латвии. Сейчас она уехала. Много. Женя Крекжи тоже. Была наша, стала ваша. Да, я думаю, что она... У Туминоса, в общем, она стала... Была ваша, стала и ваша, и наша. А вот журналист Наталья Лебедева, значит, Александр Константинович, спасибо вам за ваши фильмы «Брестская крепость, седьмая симфония». В них вы утверждаете историческую правду с ясностью, определенностью по событиям, фактам, документам. Хотя сейчас много снимают картин, которые искажают факты. Вот в прошлом году был придуман такой интернет-проект, антипремия за луж в отечественных фильмах о войне. Там народное голосование, и зрители сами называли эти фильмы и голосовали, значит, за то, что их, ну, расстроило, да. И там попали картины «Штрафбат», вот комедия «Праздник» Алексея Красовского о блокадном Ленинграде, комедия «Гитлер капут» Вайсберга, такая пародия на Штирлица, «Сволочи». Это вот, когда Владимир Меньшов, узнав, что этот фильм победил, когда премию МТВ вручали, отказался награждать лауреатов, ушел с мероприятия. В общем, вот эти фильмы, они туда попали. Вот на ваш взгляд, что не нужно делать, что вот недопустимо в фильмах о войне, чтобы зрителя так вот не расстраивать? К сожалению, мы будем расстраивать зрителей всегда, потому что всем не угодишь. Как можно сравнивать «Штрафбат» с «Гитлер капут»? «Гитлер капут» — это комедия, она изначально была, ну, задумана такой, и, в общем, собрала большую кассу. Это, ну, можно по-разному относиться, но «Штрафбат» или там, я понимаю негодование с одной стороны Меньшова, которого безмерно уважаю по поводу сволочного кино, то очень дети на войне, оно как бы сильно, а кто скажет, что этого не было? Нас там не было, мы не знаем, как было. В этом смысле, ну, если думать, как объяснить, не то, что думать. Всегда, вы не представляете, сколько негатива в том числе вылилось и на Брестскую крепость. С одной стороны в топе, с другой стороны в антитопе. Сколько для меня очень важное личное ощущение правды. В «Гитлер капут» не было задачи снять правду, но это же очевидно. Ну, то есть это, ну, кустурица, хотя зачем я так сравниваю. Я бы... Что не должно быть, мне сложно сказать. Мне кажется, у каждого фильма есть свой зритель. Главное, ну, не пытаться усидеть на двух стульях. Ну, и если комедия, так комедия. Ну, если безумие, так безумие. Ну, это наш мир сегодняшний. Ну, я не верю тем зрителям, которые говорят, что штрафбат – это неправда. Там всё настолько точно. Ясно, что штрафбаты появились не сразу, там, и так далее. И мне кажется, всё было ещё страшнее, чем в этом фильме. Вы сказали, что когда вышла «Брестская крепость», то негатива тоже много было и много каких-то претензий. Но вот вы как-то в интервью сказали, что если сейчас бы снимать «Брестскую крепость», вы бы её сняли по-другому, да? Что вы имели в виду? Что бы вы изменили? Или ракурс поменяли какой-то? Ну, я бы, наверное, ушёл от закадрового голоса в этом фильме. Сложно объяснить, но он был такой, объясняющий какие-то не моменты для зрителя. Потому что зритель же не знает, что такое крепость, где что находится. Это же огромное там сооружение, в котором можно запутаться. Была бы возможность, я шёл бы от закадрового голоса. Это единственное. Снял бы по-другому, потому что я сейчас... Я не уверен, что я вообще бы снял так, как снял тогда. Это было на каком-то ощущении, что само собой, на кураже, нагло достаточно, без... Не, мы готовились, естественно. Но не было вот этих вот... Я не включал голову. Мы снимали... Сейчас бы я включил голову и похолоднее бы его сделал, более, может быть, точнее. Но я бы не смог сделать сейчас. Сейчас на плёнку, это же снято всё на плёнку. Короче, как это снято, непонятно мне до сих пор. Потому что там есть сцены, которые, ну, рождались прямо у меня на глазах. Как промысел. Да. Сейчас мы прервёмся буквально на пару минут на новости и рекламу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем нашу беседу и напоминаем, что в нашем проекте «Культурная линия» на связи с нашей студией российский режиссёр Александр Кот. И вопрос у нас от газеты сегодня. Недавно состоялась премьера вашей короткометражной ленты о взаимоотношениях родителей и детей «Гогол Могол». Вот расскажите, пожалуйста, в чём, на ваш взгляд, сегодня заключается основная проблема отцов и детей? Отцов и матерей. Отцов и матерей. В фильме там, да, мама и сын. Да. Да. Это не то, что проблема. Мы всегда забываем о тех, кто рядом. Ну, настолько они всегда рядом, что, знаете, когда мы живём с родственниками, мы с ним практически не общаемся. Ну, потому что они вот рядом, они здесь. И они как бы есть, и в какой-то момент они превращаются в пустое место. Потом они становятся, они есть где-то там. Это история достаточно узнаваемая. Человек, который в постоянном стрессе бежит, пытается устроить свою карьеру. Для него мама – это один из планов на вечер. Ну, то есть галочка. Поставить галочку «Встретиться с мамой». Вот. Но встретиться с мамой – это не галочка. Это прямо реально встретиться с мамой. Про эту историю. И маму там играет замечательно, очень трогательно Светлана Немоляева. Да, она прямо прочитала сценарий, согласилась. И Толя Белый. Ну, в общем, прекрасные актёры. И мы получили такое удовольствие. И Толя почувствовал, что Светлана прямо как его мама такая. Мы очень рекомендуем, потому что в интернете, в открытом доступе можно этот фильм посмотреть. «Гоголь-Муголь». «20 минут» – очень добрый и трогательный, и актуальный, актуальный сегодня фильм. Александр, и вот к вопросу о родственниках. У вас есть брат-близнец Владимир, тоже известный кинорежиссёр. Вот следите ли вы за творческими успехами друг друга? Обсуждаете ли будущие и состоявшиеся проекты? Владимир Котт, создатель таких фильмов, как «Пётр Лещенко», «Мама в зоне риска», «Родственный обмен». И вот недавно очень интересный такой у него вышел фильм «Непослушник». «Непослушник» скоро выйдет. Но, естественно, имеется в виду, вышел трейлер. Закрытые показы уже где-то проходят, да? Да, да. Ну, не следить друг за другом невозможно, потому что мы братья. И, пожалуй, единственный человек, который для меня такой лакмусовой бумажкой, потому что он говорит то, что думает. Нет вот этого обидеть, не обидеть. И мы, конечно, советуемся и показываем друг другу последние монтажи, так сказать. Поэтому мы вместе, мы пытались работать вместе, но это невозможно. И два медведя в одной берлоге. Каждый взгляд, свои амбиции даже сложно объяснить. А по поводу «Седьмой симфонии», вот его мнение для вас каким было? Мне все понравилось. Я даже знаю, что. Но это хорошо. То есть это такая творческая самостоятельность? Да, да, нет. Но мне не все нравится, что он делает, ему не все, что я делаю. Но мы всегда это обсуждаем, мы очень откровенно и так далее. А вот журналист Игорь Мейден. Вот творческие люди, у них есть особое такое чутье, они намного тоньше, сильнее, чем просто основная масса улавливают и чувствуют происходящее. И как вам кажется, какие сейчас фильмы могут быть особенно актуальны? О чем хочется, надо и важно снимать? Ой, важное надо снимать о сегодняшнем дне. Но, к сожалению, я не ориентируюсь, как сказать. Я не могу взглянуть со стороны, потому что нахожусь внутри этого временного потока и не чувствую эстетики. То есть все, когда мы говорим там 60-е годы, у нас в голове картинка, 70-е годы картинка, 80-е годы картинка, даже 90-е картинка, 2000-е, вот эти яркие. А сейчас я не могу представить картинку, какая-то дикая эклектика, но даже дело не в этом. Просто всегда хочется посмотреть со стороны. И у меня современных фильмов практически нет, потому что я боюсь его придумать. А вы вот в каком-то интервью сказали, что, в принципе, вы любите историческое кино, вот как вы сейчас правильно отметили, что как бы на расстоянии, да, вы можете посмотреть и не растворяться вот в нем. И что скоро 90-е, это будет уже ретро, и что вы обязательно что-то о них снимете. Есть ли какая-то вот идея, что для вас 90-е, как бы вы их увидели в кино? Я пытаюсь представить. Знаете, было все очень плохо, но мне было очень хорошо. Сейчас вроде все хорошо, но иногда так плохо. Ну, как бы безденежье не являлось критической отметкой, что ли. Или поесть один раз в день или два. Ну, короче, было какое-то такое ощущение, что все впереди. Ну, потому что в 90-е вы были на 20-30 лет моложе. Да, ну, дело не в этом. Сейчас-то мы оглядываемся и ищем будущее в прошлом. Сложно это объяснить, но почему так много снимается исторических фильмов? Почему так мало современных? Если современное, то это какой-то про ад. Ну, в принципе. А так мы ищем источники вдохновения, вдохновение оттуда. Это, ну, ненормально. Когда снимают, литературные классики снимаются постоянно. Потому что это вещи, проверенные временем. Для меня 90-е, это я жил возле Рижского рынка, прости господи. Прямо напротив, Таро-Крестовский. Это все эти разговоры, лохотроны, шашлычники. Я был как дома. Я не жалею, ну, как сказать, я не ностальгирую по тому времени ни разу. Потому что это был... Вот сейчас думаешь, господи, как для тех, кто выжил в 90-е называется. Я ездил, учился в институте культуры и ездил в Крым, с Зайцем, на третьей полке. Был в Вильнюсе во время штурма Останкина. Не Останкина, а этой башни. Да, телебашни. У меня есть фотографии с этими ОМОНовцами. Ну, как бы у нас было задание в институте культуры. Ну, типа репортаж. Я смотрел, а где поинтересно, вообще без мозгов. Садились, ехали. И сейчас вы что, сто раз проверишь, надо ли вообще куда-то создать. Да нет, 90-е это такое серое пятна с яркими взрывами. 2000-е это, наоборот, всё такое кислотно-цветное с чёрными пятнышками. Александр, а как, на ваш взгляд, влияет сейчас пандемия, пресловутая, на кинохудожников и в целом на киноиндустрию? Вот, на ваш взгляд. Сейчас, когда непонятные ситуации с кинотеатрами, то они открываются, то есть вероятность, что их закроют. Не исключено, что не ориентируются ли кинематографисты уже исключительно на съёмки телесериалов и платформы. Да нет, вы знаете, я скажу страшную вещь, но пейзаж чудовищно красивый, потому что во время пандемии я оскорблю по тем, кто кого не стал, и, в общем, всё понятно, я сам вакцинировался и серьёзно отношусь к здоровью. Но я впервые за 45 лет оказался семьёй дома, тет на тет, и так многие вот эти два месяца стал думать, стал читать, остановился бег. Может быть, это некое какое-то данное нам очищение, ну не очищение, а такая перезагрузка. Перезагрузка, да, потому что кинотеатр, ну честно говоря, меня, я же не владелец кинотеатром, меня этого вообще не волнует, но с другой стороны, сейчас появилась только работа для платформ, как бы режиссёр стал больше востребованным. На платформах можно высказывать опасные, прости господи, мысли, там пока не запретили, всё к этому идёт. Но нет, для меня пандемия – это не испытание, а возможность остановиться. Я реально впервые провёл в кругу семьи два месяца. У нас сегодня в Риге снегопад, идёт дождь, и за окном такая прямо новогодняя картинка. На связи с нашей студией режиссёр Александр Кот, который принимал участие в съёмках проекта «Ёлки». И вообще вас считают специалистом по новогоднему кино и новогоднему настроению. И у вас есть, кстати, и у Александра Кота есть ещё очень красивая новогодняя короткометражка про символ новогодней Москвы, «Самый лучший подарок». Тоже можно посмотреть в интернете, очень красивая. И на ёлках уже выросло не одно поколение, то есть это уже такой долгий проект. Вот в чём, на ваш взгляд, феномен этих ёлок? Потому что впервые был придуман формат… Ведь раньше показывали под Новый год американский рождественский пояс, американские рождественские истории. Просто каждый Новый год был забит в кинотеатрах вот этими блокбастерами про американских Санта-Клаус. И Тимур Бакмамбетов, не знаю, как это родилось, но просто потрясающе сняли они первые ёлки. И комедия, и серьёзно, и посмеяться, и поплакать, и новогодний привет, и участвует вся страна. И какой-то формат такой привёл в Россию американскую структуру вот этой мечты, которая быстренько стала… И зритель же его не обманешь, его не заставишь ходить в кинотеатры. И зритель пошёл, и всё, и началось. И уже следующие ёлки ждут, уже съёмки в Новосибирске, в Иркутске, по всей стране. Как бы такой объединяющий проект. В этом году, по-моему, тоже выходят ёлки, хотя вроде они решили остановить проект. Но, видимо, кто-то очень хочет, зритель, все равно, видите, сняли новые ёлки. Да, потому что предыдущие назывались «Ёлки последние», да, и всё-таки в январе уже ожидаются ёлки новые. Следующие. А вот у вас лично, вот как у зрителя, ну и зрителя, который может оценить, скажем, качество, есть любимое новогоднее кино? Ну, я так задумался. Да. Ну, я скажу банальную вещь, иронию судьбы никто не отменял. Конечно. Даже ёлки. Александра, вот сегодня многие считают, что в кино и в театре уходит такое время красивых героев, что зритель хочет видеть на экране всё-таки, скажем так, людей обычной внешности или тогда уже в сторону, скажем, скорее в сторону некрасивостей. Может, даже иногда сейчас это уже у нас особенно актуально и без полости. Вот разделяете ли вы это мнение? И такой вопрос, кто для вас, как для режиссёра мужчины, является эталоном среди актрис именно вот в плане внешних данных? Ну, во-первых, моя жена. Да. Ты самый тухановый кот. Но при этом я её немного снимаю, потому что нам тяжело очень вместе находиться на площадке. Так же, как с братом. Как с братом, да. Да, либо жена, либо актриса. Ну, мне сложно сказать из-за отечественных. Мне очень нравится Ксения Рапопорт, её такая глубокая красота, скажем так. Мне нравится Юрий Борисов, Саша Кузнецов из вот этого поколения, которое сейчас так выстрелило, хотя они давно снимаются. Мне кажется, что герой должен быть красивый, если это история для кинотеатров, а если эта история не фестивальная, герой, звучит герой. В этом смысле красивый, приятно смотреть. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, и героиня тоже. Героиня, да. Ну, то есть, ясно, что Винсан Кассель, герой, такие, как бы, вот эти... Том Хэмсон, красавчик. Но если в кинотеатры сейчас начнут ходить люди, для которых это событие, поход в кинотеатры, которые хотят посмотреть и отдохнуть, глаз должен отдыхать. И радоваться. Да. Спасибо. А вот ещё, журналист Игорь Мейден, у вас был опыт с ёлками 1914. И нет ли планов, вот, или, ну, желания, идеи сделать какую-то экранизацию исторических каких-то произведений более глубокого прошлого? Что-то такое приключение из царского времени? Потрясающее кино, вот, я не упомянул, «Серебряные коньки». Оно просто произвело на меня такой вау-эффект. Это и Голливуд, и мы, и эмоции, и снято всё, и прямо красочно. Но надо быть таким режиссёром, который может снять это и увидеть именно так. Я достаточно мрачный. Для меня ёлки – это такое, как сказать, на сопротивление. То есть я хочу попробовать сделать комедию. А так я режиссёр, ну, другого кино, психодрамы, скажем так. Поэтому я бы такое кино не смог сделать никогда. Поэтому это удача продюсеров в выборе режиссёра. Что-то глубокое про царскую Россию. Там всегда есть опасность ряженности. Ну, когда только ты надеваешь костюм на актёра, он уже, ну, немножко в театре оказываешься. Бороться приходится больше с театром, чем с историей. Скажите, а по планам выхода на экраны, вот мы говорили с вами о Ксении Рапопорт, вот этот фильм «Голем», он когда планируется, его премьера? Я вообще не знаю. Понимаете, это такой момент, что у фильма либо будет судьба, предположим, фестивальная, либо не будет. А понять это до того, как фильм готов, невозможно. Мы сейчас снимаем, весной смонтируем, и там будем уже понимать, ну, продюсеры, короче, что с этим делать, потому что это, ну, не коммерческая история абсолютно, камерная. А география съёмок, где вы снимаете это еврейское местечко? В Белоруссии. Где же ещё? В Белоруссии, да? И у вас в Белоруссии прямо такие съёмочные отношения исторические складываются. Да, я там провёл очень много времени, я снимал там и «Обратную сторону Луны», два сезона «16-7», но вообще там со съёмками всё хорошо. Ещё не разлюбили кино. Ну, мы вам желаем творческих успехов. Будем ждать выхода «Чука и Гека». Напоминаем, что можно посмотреть буквально на днях вышедшую в интернет короткометражку «Гоголь-моголь». На связи с нашей студией был российский режиссёр Александр Кот. Поводом была «Седьмая симфония», сериал, премьера которого только-только-только прошла. Я знаю, что по реакции в социальных сетях, когда мы анонсировали наш эффект, там даже возникла дискуссия между зрителями. Нас сейчас слушали поклонники этого сериала. И это был эфир в рамках проекта «Культурная линия» совместно с коллегами-журналистами клуба «Формат А3». И спасибо вам большое, Александр, за беседу. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. И слушайте радиоболтком.